Ян Матвеев с нами на связи. Ян, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте, так сказать, по хронологии. Кто такой Трошев и почему вдруг он оказался в одном кабинете с Путиным? Ну, он был наемником, собственно, в ЧВК Вагнера, занимал там разные, судя по всему, должности командные, и его называют бывшим начальником штаба даже вагнеровцев. И, судя по всему, еще до того, как Пригожин погиб, он уже пытался наладить связи с Минобороны, перейти в Минобороны после мятежа и туда как раз перетащить уже тогда часть вагнеровцев. Но из-за этого у них случился с Пригожиным конфликт. Ну, а потом Пригожина уже взорвали в самолете. И вот Трошев остался одним из таких, ну, если так можно сказать, высокопоставленных вагнеровцев. Одним из нескольких, да, наравне с там Лотосом и другими командирами. Соответственно, у него есть какое-то влияние, во всяком случае, Кремль так предполагает на этих самых вагнеровцев. Ну, и мы не очень можем понять, да, насколько он серьезно там со всеми разругался еще, когда был жив Пригожин или нет. И действительно там силу его влияния. Ну, вот в Кремле, видимо, верят в него и считают, что он может на этих самых бывших вагнеровцев влиять. Вот, кстати говоря, интересный вопрос. Насколько он может влиять на этих так называемых добровольцев? Тут еще вопрос вообще, насколько можем мы этих людей называть добровольцами. Мне кажется, тут больше слова наемник как раз подходит в этом контексте. Но, тем не менее, вот этот Трошев, он имеет авторитет среди вагнеровцев? Возможно ли он, что он вообще станет так называемым преемником Пригожина? Либо тут какая-то другая история? Ну, полноценным преемником Пригожина никто не станет. Я не думаю, что возможно полностью повторить и воссоздать ту ситуацию, которая была. Насчет авторитета, ну, честно говоря, не знаю. Сложно сказать, потому что есть какие-то внешние проявления, да, как там телеграм-каналы, которые близки к Вагнеру, а есть, соответственно, внутренние взаимоотношения, которые сложно, да, знать, не находясь там внутри. А я, к счастью, наверное, не нахожусь и с вагнеровцами не общаюсь. Но раз он занимал какие-то должности, у него авторитет явно какой-то был. И я думаю, что тут важнее даже не вопрос его личного авторитета, там, и насколько он будет убедителен, если он вот начнет там зазывать этих самых бывших вагнеровцев в какое-то там новое добровольческое подразделение. А просто от ситуации все зависит, в которой эти самые бывшие вагнеровцы будут находиться. В конце концов, нельзя забывать, что российские власти всегда могут применить и самый банальный шантаж, потому что любого из вагнеровцев можно привлечь по уголовной статье, существующей в России, которая, собственно, называется «наемничество». И любому из них можно сказать, либо ты вот сейчас идешь воевать вот сюда, куда мы тебя зовем, либо ты идешь в тюрьму. Вот, ну и, соответственно, таким образом давить на них всех. Я правильно понимаю, что данный новый, если можно так сказать, глава ЧВК Вагнер, Трошев, он каким-то образом не был причастен к так называемому маршу против Путина, маршу вагнеровцев. Я правильно понимаю, что там обработали всех, кого только можно, и оцели, кто остался пропутинским, а кто все-таки остался не таким уж и пропутинским, более противопутинским, инакомыслящим? Да, возможно. Я сейчас сходу не смогу сказать, не помню. Но то, что он не светился в этот момент, вроде как да. Действительно, так и было. Возможно, это как раз и связано с тем, что его там признали каким-то ненадежным, ну или он сам каким-то образом от этого отстранился. Ян, а какие задачи перед этим новоиспеченным фактически главой Вагнера стоят? То есть это какая-то будет альтернатива Вагнера внутри Минобороны Российской Федерации? Какая задача будет опять же перед этим новообразованием? Ведь если, опять же, мы вернемся к истории, к задачам ЧВК Вагнер, то очень часто это были военные кампании, где, ну скажем так, Россия не очень хотела своих кадровых военных светить. То есть эти задачи остались? То есть их может закрывать вот это новое образование под руководством Трошева? Тут как бы, по сути, два вопроса. Давайте по очереди отвечу. Для начала, какое бы подразделение псевдодобровольческое, по сути, наемническое, они не создали, все равно у них не получится воссоздать, да, они и не ставят задачу воссоздать полностью группировку Вагнера. Соответственно, они не смогут получить те плюсы, те ее, так скажем, преимущества над обычной российской армией, которые у этой группировки были. Они основывались на некоторой ее изолированности, на полном обеспечении отдельным финансированием, которое, как мы знаем, шло из бюджета Российской Федерации, но через Пригожина. И он уже, соответственно, все это распределял. Но это приводило, например, к тому, что у вагнеровцев, во всяком случае, у основных наемников, может быть, не у большого числа заключенных, но у основных всегда были и бронежилеты, и шлемы, и все остальное. Кажется банальность, но в российской армии часто такого не хватает. Ну и в целом у них оснащение было всегда выше, как раз за счет того, что большие деньги Пригожин тратил на это, закупал вооружение, в том числе в разных странах и серыми различными путями и так далее. Плюс российская армия, благодаря вот этому лоббированию постоянного Пригожина, снабжала ЧВК Вагнера тоже чуть выше, как минимум чуть выше, чем остальную регулярную армию. И сейчас вся эта структура создается под полным контролем Минобороны, и, судя по всему, будет командоваться, управляться каким-то еще сверху офицером от Минобороны, и таких преференций у них уже не будет. Плюс не будет, скорее всего, свободных денег, которые тот же Трошев будет распределять. Соответственно, не будет и вот этого преимущества в снабжении, не будет возможности принимать собственные решения и так далее. Плюс и размер, скорее всего, этой группировки будет гораздо-гораздо меньше. Что касается того, зачем это делается, я думаю, что это прежде всего такой маркетинговый, можно сказать, ход, потому что в целом российская армия выглядит непривлекательно. Есть много причин, начиная от военных преступлений, заканчивая ее военными неудачами и всем известными историями о том, как в отпуска людей не отпускают, деньги не платят, посылают на смерть и так далее, и тому подобное. И поэтому в глазах людей российская армия выглядит плохо в целом. Соответственно, они пытаются создать какое-то, в кавычках, элитное отдельное подразделение, которое должно восприниматься в глазах тех, кто готов стать наемниками, как нечто иное. Ну вот как чем-то другим была группировка Вагнера, так и тут вот хотят это вернуть. Не знаю, назовут это там дивизия Владимир Путин или что-нибудь еще, и будут рассказывать, что вот там-то вот собрали самых лучших профессионалов, там вот все элитное и так далее, чтобы как раз, да, пытаться привлечь наемников. А насчет боевых возможностей этого подразделения, я думаю, что они не сильно будут отличаться от регулярной российской армии. Может быть, если очень какие-то большие усилия будут предприняты в самом начале своих боевых действий, да, когда вот это подразделение, оно соберется и поедет на фронт, они будут, там, получат, не знаю, самые свежие танки, может, какие-нибудь там Т-90, допустим, с завода только, еще что-то. Но потом постепенно все равно все размоется, и они будут на уровне обычной российской армии, вот в том числе по той причине, по которой я сказал, не будет вот этой вот обособленности, изолированности, которую обеспечивал Пригожин своей организацией. Ян, на завершение у нас буквально полторы минутки остаются, но мне очень интересно узнать и ваше мнение. Смотрите, Шойгу говорит о том, что так называемое СВО будет длиться до 2025 года, минимум. Медведев опять в пьяном бреду говорит о том, что там уже будут какую-то там площадь в русскую называть. Видим, что сейчас опять воспроизводится количество наемников. У меня тут два мнения есть и у экспертов. Первое. Либо у российской армии огромные проблемы с мобилизационным ресурсом, просто некому воевать, и сейчас из всех щелей достают людей. Либо нацелены воевать в долгую, имеют ресурсы. Вы какой позиции придерживаетесь? Буквально минутка, пожалуйста. Ну, во-первых, действительно у российской армии большие проблемы. Они тянут с проведением мобилизации, которая по военной логике им необходимо людей взять все равно неоткуда, и она рано или поздно будет. Действительно, они пытаются собрать всеми правдами и неправдами, и таким образом отсрочить вот это вот неизбежное. Но от того, что они планируют воевать в долгую, я думаю, что они просто ничего не планируют. То есть они действуют вот буквально по ситуации. Живут в той вот реальности, которую сами создали, они сами все это устроили, но у них нет никакого плана. Нет такого, что они там на годы вперед продумали, а вот сейчас мы наймем столько народа, а вот сейчас построим столько танков, и дальше, значит, победим Украину вот так, вот так, вот так. Нет, у них нет такого плана, во-первых, потому что он невозможен, во-вторых, потому что вот они так живут, они привыкли жить и работать по, условно, да, приказам Путина, который сам, да, не имеет никакого конкретного и логичного плана. Это тоже, мне кажется, стало очевидно в последнее время. Услышали вас. Спасибо огромное, Ян, за вашу аналитическую экспертизу. Войны-эксперт Ян Матвеев был на прямой связи с нашей студией. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова